итак первая ночь прошла бодро во первых спальник спальник летний уже холодно идет туман предрассветный по озеру прямо стелится когда я проснулся первое что я обнаружил что все 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 у нас здесь мокрое спальник холодно надо брать теплый спальник уже все дело к осени днем за 30 вещах ночью было 14 обещали мне кажется даже меньше было плюс влажно сейчас я попробую спуститься успею не успею снять все что на озере от Водески такой туман плывет предрассветный туман по озеру естественно что влага оседает я был немного выше на берегу ночевал поэтому меня все все мокрое вся одежда которая висела сушилась все начиная спальником и заканчивая и ручь все мокрое стелется туман ныльки по выплывали уточки и скалы он уже освещается солнце солнце уже встает и 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 горы будут отражаться в водной глади пока идет предрассветный туман плывет над водой но ждать я не буду за это время я успею подняться на вершину поэтому оставайтесь на канале думаю сегодняшний день принесет много интересного путешествуем вместе 7 часов утра я все-таки решил сразу набрать воды здесь пол километра от меня был родник я его нашел лучше я пройду немножко назад но с водой теперь я буду идти куда угодно с нормальным запасом воды поскольку опыт показывает что не всегда вода есть там где она показана на карте у меня есть теперь еще вот на какую интересную штуку и обратил внимание значит камень да казалось бы лежит и лежит камень но он не простой но я зачем здесь вот крест ну мне кажется что все таки вот этого должно быть как-то что это было сделано именно желоб для родника вот так не буду все заморачиваться сейчас выключу камеру установлю вот так вот где-то это все дело выглядела пока я ходил за водой тут уже солнце встало и а и и и и и и и Продолжение следует... Вот высоко ли, далеко ли лететь этим людям, которые прыгают с этой вершины.